Всем привет, это Рязанский блог, и этот блог будет, скажем так, дорожным, поскольку посвящен он будет дорожному хозяйству. И да, на этой неделе не было видео, потому что у меня времени было крайне мало, да и новостей по сути-то не было. Тут должен был быть транспортный блог, но новостей по транспорту практически нету, поэтому я решил его заменить на рязанский. Да и в принципе, если учесть, что мы теперь занимаемся не только общественным транспортом, то это рубрика «Как нельзя кстати». Начинаем мы с вот такой темы. На этой неделе глава администрации Рязани Елена Сорокина сообщила о том, что в Рязани планируется сократить количество уличных ограждений. Дело в том, что они нашли ГОСТ, который четко регламентирует, где они должны стоять, а где нет. Интересно то, что этот ГОСТ был разработан еще в 2019 году и принят в апреле 2020, если мне не изменяет память. Даже более того, мы его на этом канале разбирали. Летом прошлого года выходило видео под названием «История Рязанского забора», в котором я, по-моему, даже давал скриншот из этого ГОСТа и рассказал, где теперь можно ставить, где теперь нельзя. Ну и почему вообще заборы это плохо. В общем-то, данную идею я всецело поддерживаю. Давно пора. Непонятно только, почему так поздно, но не суть. Главное, что занялись этим, потому что в некоторых других городах на это как-то забили и продолжают делать абы как. И более того, были конкретные места указаны, которых заборы предполагается демонтировать. Правда, тут все равно немного духоты на виду, потому что перемешали все в кучу, где заборы будут убирать, где заборы будут сохранять. И не совсем понятно, что есть что. То есть, вот читаю. Обследование уже провели в Октябрьском, Советском и Железнодорожном районах. Сегодня посмотрела несколько участков, в том числе на улице Горького и проезде Яблочково. Заборы там сохраняем! На Куйбышевском шоссе от 11-й школ до поворота на Соколовку ограждение убираем. Срок демонтажа до 15-го июля. Проверим. Вот тут уже точно указано конкретное место. На регулируемом перекрестке заменить забор на улице Лейна в районе Атрона. Площадка при памятнике Циолковского демонтированы перельные ограждения старого типа. Ну, демонтированы, да. Будут ли взамен ставить, не указано. На улице Новый забор ненормативно в состоянии. Будем демонтировать. Опять же, демонтировать и все? Ну, скорее всего, да, судя по контексту. Но непонятно. Более того, не указаны реально такие места, где заборами, ну, совсем перемудрили. Это, в первую очередь, улица Весенняя. Несколько раз я ее разбирал на канале. А второе, это улица Песочинская, Шереметьевская. Там просто забор поставили на всем ее протяжении, этой дороги. Притом, по-моему, там даже освещение не сделали. Как бы поставили кучу заборов. Про освещение забыли. Безопасность. Однако, в нашем новом чате, в процессе обсуждения того, что Елена Сорокина назвала дезаборизацией, мы пришли к неожиданной дискуссии. Дело в том, что некоторые люди считают, что заборы эти полезны. И привели они несколько доводов. Во-первых, быстренько так пробежимся насчет довода по поводу того, что они мешают людям переходить дорогу в неположенном месте. Не мешают. Это тогда надо просто делать заборы сплошняком, запрещая выезды автомобилей со дворов. Первомайки вот поставили. Люди все равно переходят в районе гостиницы Первомайской, потому что там есть дырки в заборах, и их никак не уберешь. Да и в конце концов, даже если поставить, все равно найдутся люди, которые будут через этот забор перелезать. И я не просто так говорю. Данной проблеме не 10 лет, не 15, данной проблеме уже 50 лет. Я нашел в газетах начала 70-х репортажи, где даже есть фотографии людей, перелезающих через тогдашнее уличное ограждение. Тогда больше говорили, мол, имейте совесть, не перелезайте, ну как так-то. Однако, судя по тому, что спустя 20 лет в начале 90-х почти все ограждения убрали, видимо, не помогло. А вот второй момент, я на нем остановлюсь поподробнее. Он действительно довольно интересен. Данные уличные ограждения местами мешают автомобилям парковаться на газонах. И даже привели примеры, что вот тут вот есть забор, автомобили не паркуются. А вот тут забора нет, хоба, автомобиль, газон как такового нет, грязь, бардак и все такое. Однако, чтобы такого не было, можно делать не сплошные заборы, а просто поставить столбики или полусферы, или сферы, ну чтобы они были массивными и их нельзя было просто так взять и спереть. Это экономичнее, это эстетичнее. А самое главное, у автомобилистов не создается иллюзия вот этой безопасности, что повсюду заборы, и никто не должен выскочить, и можно ехать быстрее. Соответственно, если не будет заборов, будет меньше ДТП. Меньше ДТП, главное, с летальным исходом, потому что люди будут настороже. Вот как раз пример того, что типа забор, хорошо, можно ехать быстрее, а чем быстрее едешь, тем больше вероятность не справиться с управлением в городе. Вот и все. В любом случае, эта тема довольно дискуссионная, поэтому на следующей неделе мы постараемся организовать что-то типа ток-шоу, посвященном дезаборизации в Рязани. Но обо всем позднее. Пока это на стадии обсуждения. Вторая часть нашего рязанского блога будет посвящена реконструкции Северноокружной, которая должна начаться 10 июня. Если кто помнит, то проблема с качеством Северноокружной дороги, мягко говоря, не нова. По-моему, еще в 2016-м там было уже не ведь что. В чем нюанс? Дорогу эту, Северноокружную, передавали из муниципальной собственности в региональную. Известный факт, что у муниципалов денег катастрофически не хватает. Ремонт дорог это достаточно дорогая вещь. Поэтому, чтобы дорогу отремонтировать капитально, ее передают в ведний регион, у которого средств побольше. Тот же самый фокус проделывали с мостом через Аку, когда его постоянно там то городу передавали, то региону передавали. Ну, результата мы не видим. Честно говоря, не понимаю, почему каждый год что-то говорят. Мосту плохо, надо ремонтировать. Мосту плохо, надо ремонтировать. Ощущение, что в 60-е, 70-е, когда мост строили, его плохо построили, мосты могут по 100 лет нормально работать, а тут 50 лет уже все, капец. Нужно строить новый. Или что-то недоговаривают, или в 60-е плохо строили. Ну, не знаю. Вернемся же к Северноокружной. Ее хотят превратить в что-то вот наподобие, даже не знаю, я смотрел рендеры, наподобие трассы М-5 к востоку от Рязани. Кто-то может сказать, что, мол, зачем-то такое шоссе делать, зачем там вот надземный переход. Но у нас проблема российской урбанистики – это возведение всего в абсолют. Даже если условный трамвай возит три бабульки по частному сектору, его убирать ни в коем случае нельзя, потому что он же трамвай, мы же его так любим, он такой классный. И про шоссе вот такие вот. Типа, какие шоссе в городе, так нельзя, никто так не делает. На самом деле делают. Если вы посмотрите на Западную Европу, там вы увидите, что в пределах городов бывают шоссе. Но, во-первых, там преимущественно транзитный трафик, а во-вторых, вокруг этих шоссе домов нету. То есть люди не имеют доступа непосредственно к шоссе. Там нету обычно тротуаров, там все переходы внеуличные. Вообще обычно это либо эстакада, либо тоннель, или это где-то вне городской застройки, даже, как правило, вне городской застройки. У нас иногда тоже чиновники любят все путать и превращать улицы в шоссе. Улицы, где люди ходят, где люди живут. Это неправильно тоже. Получается улица, которая слишком много кушала в детстве. Но и говорить, что шоссе не нужны, это тоже неправильно, потому что у нас транзитный трафик едет по городской черте. И вот как раз Северная Окружная, это хороший пример вот такого вот шоссе городского, где нету застройки, где пешеходов крайне мало, и где вполне себе можно и нужно делать его в более-менее цивилизованном виде. Вопрос только вот по поводу надземного перехода, который планируют сделать в районе карьера. Его нужно делать некрытым, иначе получится совсем какая-то ересь, ведь 9 месяцев в году там практически никто переходить не будет, а это его надо обслуживать, это миллионы рублей тратить. Не надо так. Уж лучше потратьте на краску для автобусов. Вот, кстати, о них. По-быстренькому пробегусь, мы, по-моему, этот вопрос уже затрагивали на ток-шоу, но оно длинное, если вы его не смотрели, то по-быстренькому скажу. Почему такие проблемы с окраской? Потому что на протяжении 40 лет руководители, транспортники и власти города вообще не считали это какой-то проблемой. Типа, зачем красить? Началось все где-то с начала середины 80-х, когда у нас было два троллейбусных депо, но это я про троллейбус говорю, про автобус там не факт, что похожая ситуация. Было два троллейбусных депо, их общая вместимость была 150 машин, расчетная. А число троллейбусов в городе уже перевалило за 200. И как итог приходили все равно троллейбусы, а старые начали списывать довольно быстро. И на их обслуживание на лежащем виде подзабили. А зачем их нормально обслуживать, нормально красить, если все равно там пройдет 7-8 лет, мы их спишем, придет потому что новое. В начале 90-х средства закончились, и начались проблемы. Тут же все вот вылезло, такое отношение к покраске той же троллейбусов. Они стали облезлыми. Они до того не всегда были в прекрасном виде. Чем дольше длилось время без денег, тем хуже и хуже становился транспорт. И вот до сих пор это тянется. Это вот намек москвичам, жителям Казани, у которых похожая ситуация, когда особо не заморачиваются по поводу технического состояния, все равно новое придет. Прекратят в большом количестве финансировать Мосгортранс. И вот в таком же виде будут автобусы по Москве ездить. Был промежуток на рубеже нулевых и десяток, когда троллейбус красили хорошо. Предполагается, что это из-за того, что в 2006-2007 году тогдашний мэр Рязани повелел красить все автобусы, троллейбусы, маршрутки в один желтый цвет. По слухам, которые тогда циркулировали в городе, это связано с тем, что у родственника мэра был завод по производству желтой краски. Но тогда этим озаботились непосредственно власти. И на протяжении примерно 7-8 лет троллейбус красили тоже плохо по качеству. Но вот это вот состояние более-менее нормально, оно поддерживалось. Вот если точно так же озаботятся данной проблемой и выберут краску получше, тогда что-то доизменится. А пока так. На этом все.